В Чебоксарской детской художественной школе имени Ильи Юрьева проходят юрьевские чтения. Целую неделю здесь идут экскурсии и мастер-классы. Подробности в нашем репортаже. Это уже герой наших русских городов. И у каждого города свой. Так выглядел гир в Чебоксар образца 1781 года, а вот так 1998. Его автор – чувашский художник и геральдист Ильи Юрьев. Ему же принадлежат и эскизы госсимволов республики. Красочку на кисточку вот так вот. В роли художников попробовали себя воспитанники 180-го Чебоксарского детсада. Красное древо жизни и три солнца на желтом фоне. Ребята старались максимально скопировать оригинал. Ксюша Мышова закончила свой рисунок одной из первых. Он не так сложно рисуется, он очень легко рисуется. Просто надо желтым цветом раскрасить, закрасить немножко красным и дуб нарисовать и все. Я еще таких флагов не рисовала. Я рисовала только не чуваший флаг, а российский. В соседней аудитории тоже шел творческий процесс. Дошкалята рисовали символ Чебоксар – уток. Синий накладывается на зеленый. Получается какой цвет? Знаете? Нет. Изумрудный. Илья Юрьев не только писал картины и занимался геральдикой. Он рисовал эскизы к фильмам, костюмам, медалям. Иллюстрировал романы и поэмы, среди которых Норспик Константина Иванова. С многогранным творчеством художника детей знакомят 10 лет. Воспитанники приходят с удовольствием. Воспитатели уже знают, что у нас проходят в эти дни юрьевские чтения, знакомства школы нашей. И с удовольствием откликаются и приходят. Это очень важно. Так как, если дети будут любить свой город, свою республику, свою родину, зная как раз государственные символы, потому что они являются частью истории, частью культуры нашей Родины. Юрьевские чтения – одно из самых знаковых событий, которые проходят в честь Дня рождения народного художника. На следующей неделе подведут итоги международного конкурса детского рисунка на призы имени Ильи Юрьева. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика.